В детско-художественной школе прошел районный конкурс по истории мировой художественной культуры «Юный эрудит». Об этом более подробно далее. Конкурс проводится с целью выявления одаренных детей, их творческих способностей и своевременной профессиональной ориентации. В нем приняло участие 35 человек. Это учащиеся школы искусств, художественная и музыкальная школы Амурского района. Мероприятие проходит во второй раз и становится традиционным. Преподаватели предложили провести конкурс по теоретическим дисциплинам. То есть если у нас бывают конкурсы профессиональные, то это художники рисуют, хореографы танцуют, музыканты исполняют музыку. Но есть ребята, которые преуспели именно в теоретической дисциплине и в истории искусства. И им тоже хочется показать свои знания, как-то раскрыться, может быть, таким теоретикам. И появилась такая идея, чтобы детей простимулировать, больше узнать про вообще теорию, про историю искусства, сделать для них вот такой направленный конкурс. Конкурс состоит из двух частей. Сначала ребята пишут письменное задание в виде викторин, тестов, ответов на вопросы. Задание основывается на программных требованиях теоретических дисциплин по следующим номинациям. Музыкальное искусство, музыкальная литература, изобразительное искусство, история искусства, хореографическое искусство и история балета. Они включают в себя биографические сведения, творческие облики трех знаменитых композиторов, художников или балетмейстеров. А затем они выполняют коллективное задание, собираются в группы, объединяющие себя хореографов, музыкантов и художников. И каждый в своей группе после небольшого совещания должен охарактеризовать какую-то определенную эпоху в искусстве. Классицизм в переводе с итальянского языка означает образцовый и не зря, потому что именно в это время многие произведения, по крайней мере в музыке, приобретают окончательную форму, классическую форму. Если взять эту симфонию, то, конечно, отцом симфонии можно назвать Гайдена. При нем этот жанр развивается во всех его, наверное, отражениях и приобретает свое строение. Также идет развитие сонат. Это тоже является произведением крупной формы и квартет в том же числе. Также барокко использовался для описания всего причудливого, необычного, яркого. Символизировал отказ от каких-либо установленных правил. Конкурс получился динамичным, творческим и познавательным. Участники были награждены дипломами и подарками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!